В этом году введены в действие новые требования законодательства о том, что проекты планирования должны разрабатываться только на основе актуальной топа основы. И вот теперь эту 3D-модель мы применяем здесь. И что она дает? Она дает возможность получить информацию не только каскостную, но и высоту и конфигурации всех наземных объектов, будь то наземные сети или здания. И именно она предоставляет возможность, если проект выполнен в электронном виде, а сейчас большинство проектных организаций уже готовы предоставлять информацию именно в электронном виде, ее можно будет вписать здесь в окружающую застройку и посмотреть со всех сторон. И таким образом это и бизнес-сообщество. Интересно, какие возможности и администрация города может посмотреть, и может все население города увидеть в интернете, что же здесь планируется. И скорректировать, если есть такая необходимость, и высоту, и объем, и иные параметры. Все-таки по поводу доступности не очень понятно. Вы сказали, что можно будет оценить, но в следующем ответе Вы противоречены. У нас в соответствии с регламентом и законодательством проходит масса публичных слушаний, это и на условно-разрешенные виды, и на отклонения по конкретно земельному участку, который предназначен для строительства. То есть, сдавая материалы нам в департамент, мы эту работу будем делать, и на публичных слушаниях по итогу всей работы, в принципе, это можно будет увидеть. То есть, жители будут присутствовать на публичных слушаниях, и это будет все это видеть. Вы же понимаете, что на публичных слушаниях 100 человек придет. Ну, есть доступ в интернете? Я пытаюсь понять, в интернете доступ к этому будет? Через сайт, только через наш сайт, конечно. То есть, свободный доступ, без паролей, без специальных заявок. Ну, как бы, хочется понять. Да, вот полностью сказать, что вот сейчас любую работу мы возьмем и выложим, сразу мы не можем, везде будут проведены работы по обеспеченной доступности. В любом случае, в том объеме, в котором это будет разрешаться законно... Простите, вы не отвечаете на мой вопрос. Я хочу понять, будет ли это в свободном доступе? Вот эта картинка будет, которая на экране. Полностью, вот полностью все в свободном доступе не будет. Хорошо, какая часть будет в свободном доступе? У нас сейчас очень огромное количество информации, но она у нас не вся в свободном доступе, а она выкладывается в том объеме, в котором разрешается закон. В каком доступе, в каком объеме будет доступна эта информация? В объеме нет. Вот сейчас я могу прийти там домой или на работу, набрать адрес и вот зайти, увидеть вот эту картинку, которую вы сейчас показываете. Да, пожалуйста. Нам для дополнительного ответа сначала нужно оценить в другую сторону вопроса, можем ли мы ее выкладывать в открытый доступ. Нам бы хотелось просто акцентировать на двух моментах. Чем это полезно для бизнеса и чем это полезно для населения. Для бизнеса это чем интересно, что перед тем, как начинать складывать в процессе любого-то объекта, любой инвестор может нам прийти, принести нам флешку со своим правилом, мы эту флешку ставим в свой компьютер, интегрируем этот объект в 3D-модель и инвестор, и мы будем видеть уже в будущем создании, как мы будем видеть существующие имя застройки, как оно будет вообще смотреться в будущем. Для населения это также представляет массу преимуществ, потому что любой человек, сидя на наших обычных сушениях, может также увидеть, как будущий объект будет смотреться на этом месте. Допустим, если бы у нас была модель небоскреба, про которую все мы знаем, то мы бы могли его на эту зрительную модель вставить и посмотреть, как он будет смотреться в любой точке города, в правильной части. Именно для этих целей, для улучшения инвестиционного климата, для улучшения нами и использованы эти технологии. То есть только на общественных слушаниях. Правильно я вас понимаю? На сегодняшний день пока что мы видим только такую возможность. А в перспективе? А в перспективе нам еще нужно изучить, чтобы работать с вами.